Мы сейчас находимся в Московской школе управления Сколково. Здесь идет защита первых пяти пилотных проектов по созданию научно-образовательных центров мирового масштаба. Тюменская область представляет нефтегазоперерабатывающую промышленность, Пермский край, горное дело, Нижегородская область, суперкомпьютерное моделирование, Кемеровская, медицинская отрасль, ну и наша Белгородская представляет научно-образовательный центр в сфере агропромышленного комплекса. На доклад каждому губернатору дается 10 минут и 20 минут последующее обсуждение с экспертами. Не случайно обсуждение занимает большую часть времени, потому что от защиты проекта научно-образовательного центра зависит его дальнейшая судьба, в том числе и федеральное субсидирование, которое будет выделено. Сразу после защиты проекта губернатор Белгородской области Евгений Савченко поделился с прессой своими впечатлениями и о том, как прошла защита в целом. Я очень волновался, а когда волнуюсь, это главное условие о том, что успех обязательно будет. Я лично очень доволен тем, что нам выпала честь нашему региону в одними из первых быть участниками научно-образовательных центров мирового уровня. И у нас избрано направление сельское хозяйство, агропромышленный комплекс в целом. Почему именно мы такое направление инноваций в этой отрасли? Потому что очень много сделано до этого. По объему производства нам сегодня в российской федерации нет равных. Сегодня речь идет не о количестве, не эта задача решена. Сегодня речь идет о новом качестве выпускаемой продукции, которая обеспечит нам конкурентоспособность нашей продукции на мировом рынке. Мы поставили перед собой задачу ввести объем экспорта нашей продукции, нашего агропромышленного комплекса до миллиарда и выше долларов. Сегодня где-то 300-350 миллионов долларов. И эта задача вполне нам по силам. Ну и в целом можно уже сейчас сказать, что проекту Белгородской области по созданию научно-образовательного центра мирового уровня в сфере агропромышленного сектора дана экспертами высокая оценка. Цитата. Он важен не только для региона, но и для России в целом. Уже сейчас можно сказать, что мы были приятно порадованы той презентацией, которая была сделана Пермским краем. Презентация касалась в основном недропользования и всех технологий, которые развиваются в недропользовании. Послушали Белгородскую область с точки зрения развития агропромышленного комплекса и поняли, что у нас есть перспективы в этой части, перспективы реального прорыва, перспективы развития собственного сельскохозяйственного производства на новой научной основе. Не буду забегать вперед, поскольку это еще некоторые секреты подходов. Но тем не менее, вот эти два направления сейчас мы выслушали и нам понравилось.